Береговая линия Самарской набережной – изумительное место для того, чтобы заниматься пляжными видами спорта. Футбол, волейбол, регби, а еще пляжный теннис. И совсем недалеко от этих площадок, буквально в 100 метрах, в Самарском спортивном лицее учится девушка, которую без преувеличения можно назвать кудесницей песка, мяча и ракетки. В школе девятиклассница Алина Зайцева не отличается от своих сверстников. Также делает домашнее задание, пишет конспекты, общается с друзьями на переменах. А вот на теннисном корте ей почти нет равных в ее возрасте не только в Самаре, но и в мире. Совсем недавно она вернулась с первенства мира в Италии с целой Россу Пьюнаград. Бронза в паре до 19 лет, серебро в миксе до 17 лет и золото в паре до 17 лет. Мы играли против бразильянок три круга подряд. Против них очень тяжело было играть, потому что Бразилия – это, грубо говоря, столица пляжного тенниса. Там вот все развивается и тяжело против них играть. Но мы же тоже тренируемся в России. Я тренируюсь по 4 часа, иногда по 6 часов. И как бы мы тоже можем им давать отбор. Изначально свой спортивный путь Алина начинала в большом теннисе, но попала под крыло главного тренера сборной России по пляжной разновидности этой игры. И не смогла устоять от красоты турниров на песке, у рек и морей. За несколько лет прошла путь от городских соревнований до борьбы с лидерами мирового рейтинга на чемпионате мира. В этом году вышли из квалификации. Мы с выпускницей Соней Тарасовой заявились. По-взрослым так думали, ну, хотя бы один круг вал пройти. Мы прошли всю квалификацию и вышли с ней в основную сетку чемпионата мира. Ну, для всех это, конечно, было неожиданно. То и мы сами чуть-чуть не ожидали от себя, но мы смогли. Сосредоточиться на подготовке к соревнованиям высшей категории без пробелов в учебе Алине помогают в Самарском спортивном лицее. Здесь разработаны сразу несколько программ и проектов для того, чтобы спортсмены могли тренироваться и биться за призы на турнирах, получая при этом качественное образование. Если ребенок отсутствует на сборах, на соревнованиях, то в этом случае для всех детей у нас предусмотрена, мы их называем, учебная консультация. Когда ребенок может прийти и индивидуально получить те знания или восполнить те пробелы в программе, которые были связаны со спортом. В благодарность за такую помощь победительница первенства мира передала в музей учреждения свою любимую ракетку, которая помогла Алине выиграть свое первое первенство России. Это первый экспонат, связанный с пляжными видами спорта в лицее, но Алина обещает, что не последний. Она настроена передать еще одну ракетку, которая исполнит матч-болл в финальном матче чемпионата мира. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.